К слову, в предстоящие выходные наша страна отметит День Металлурга. Для Мурманской области этот профессиональный праздник особый, ведь металлургическая отрасль – одна из основных в нашем регионе. Накануне праздника лучших работников Кольской ГМК честовали в Манчегорске. Приятная музыка вместо производственного шума, яркий свет софитов и костюмы с пласями вместо рабочей одежды. К такой торжественной обстановке металлурги не очень привыкли. Настрой серьезный, волнуется перед выходом на сцену. Компания попала случайно, пришла вообще подсобым рабочим на летний период времени и осталась. Ну, неожиданно. Вот правда. Я всегда говорю, что есть кто-то более опытный, кто-то более, может, интересный. Но приятно. Лаборант химического анализа контрольно-аналитического центра Кольской ГМК Вероника Талочкина приехала на север из Башкирии. По распределению тоже думала на чуть-чуть, а теперь удостоена почетного звания заслуженный работник Кольской ГМК. Геннадьевна, поздравляю вас с праздником. Эти громкие амплесменты звучат сегодня в Ваши отрасли. С полной уверенностью, что я вот три года отработаю и уеду отсюда. Но судьба распорядилась иначе. И вот уже 36 лет на севере и в компании. Пока есть такие самообвешенные и заслуженные члены нашего коллектива, профессионалы в своем деле. Я уверен, что у нашей компании есть большое будущее, большие перспективы и уверенность к завтрашнему дню. 16 работников компании в этом году удостоены высоких званий и почетных грамот от Министерства промышленности и торговли России. В компанию пришел после армии в 80-м году еще. Отец работал. Естественно, сам пошел туда, в цех. С тех пор и работаем. Коллектив хороший, с коллективом повелезло, с начальством. Работать приятно с ними. В компании можно все. Можно очень полезно трудиться, можно участвовать в разных проектах, можно отдыхать с пользой для города и для компании. То есть можно практически все. Поэтому в Кольской работать очень приятно. Всего за мастерство, ответственность и профессионализм наградами разного уровня отмечено более 300 сотрудников Кольской ГМК, компаний «Кола-Бытый» и «Печенгострой». Сегодня компания успешно развивается. И самое главное, что несмотря на внешние факторы, внешние ограничения, реализует все свои инвестиционные планы. И буквально недавно мы подписали на Петербургском экономическом форуме соглашение о запуске строительства нового суперсовременного металлургического завода в городе Манчегорск. Одновременно с этим и строительство нового большого микрорайона современного для жителей Манчегорска, для сотрудников компании. Поэтому я всех металлургов поздравляю с праздником, всем семьям желаю здоровья, позитива и, конечно, реальной такой веры в будущее. Торжества, посвященные Дню компании Норникеля, Дню Металлурга, продолжатся в Манчегорске в предстоящие выходные. Запланированная спортивная программа, народные гуляния и концерты.